Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Карина. Сегодня я хотела бы сделать такое обобщенное видео про нашу кухню. Я снимала уже рум-туры и организацию нашей кухни. Если вы еще не видели то видео, то обязательно посмотрите. Я оставлю ссылочку в инфобоксе, либо здесь в подсказке вы найдете. И сегодня я хотела бы вам рассказать про нашу идеальную кухню. Да, я могу сказать, она идеальна именно для меня, в нашей квартире. И я сделала здесь все так, как я хотела, как я планировала. Да, конечно, есть какие-то недочеты, но это зависело уже не от меня. Например, это уже от планировки самой кухни зависело. Но то, что у меня было дано, какая комната, какая площадь. И вообще расположение вот здесь вот на кухне из того я сделала самый-самый такой оптимальный, идеальный вариант, что касается по удобству, комфорту, эргономичности, да, эргономичности или как-то так, в общем сказать. Ну, в общем, как мне это все удобно использовать, эту кухню, находиться здесь, готовить, убирать и так далее. Давайте все начинаем и буду параллельно вам показывать. Итак, как такового плана я не писала, о чем я вам буду рассказывать. Поэтому я, собственно, сижу на кухне, чтобы мне было проще обращать внимание на те моменты, которые я считаю важны на кухне. Итак, прежде всего, если вы еще не смотрели мои предыдущие видео, то я сразу говорю, у нас кухня идет глянцевая, белая и до потолка. Если вы хотите увеличить зрительно и также увеличить физически вашу кухню и полезное пространство, то, конечно же, я рекомендую делать верхние шкафы прямо в потолок. Первый плюс, конечно же, у вас просто будет огромное количество полезного пространства, то есть вы можете там сделать больше полок, вы можете убирать на самые верхние полки. Я не говорю, что вы их будете использовать ежедневно, но на самые верхние полки вы можете убрать те вещи, которыми вы не пользуетесь постоянно, на ежедневной основе. Либо если у вас есть какие-то, у вас вообще в квартире, да, какой-то дефицит шкафов, то ненужные вещи, ненужные, не первые необходимости вещи, вы просто упаковываете в контейнеры, в какие-нибудь коробочки и просто убираете на кухню на самые верхние полки. И то есть вы знаете, что оно у вас вроде как и дома, то есть ни в какой ни в кладовке, ни в гараже, нигде. И в то же самое время вы, эти вещи вам не мешают, то есть они у вас как бы под рукой. Единственное, что нужно взять, поставить стол, стульчик, да, либо стремянку и залезть наверх. Вот у меня сейчас, например, на кухне, я вам тоже показывала в рум-туре, у меня стоят там наверху, например, какие-то, ну не кастрюли, а вот эти вот емкости для мультиварки. Забыла, как называется. Потом у меня какие-то формы для выпечки, например, либо вот кофемашина, которая у нас используется только летом. Она у меня наверху опять же лежит, какая-то одноразовая посуда, которая мне не нужна постоянно. Но, вот, например, детская вечеринка, вот, да, когда у нас планируется, у меня есть одноразовая посуда для детей, вот именно. Йоланда хотела, дочка моя хотела устраивать. Вот, потом какие-то досточки, которые не нужны, досточки вот именно как такие, как подносики для мяса, например, для стейков. То есть то, что не используется постоянно. Стаканы, огромные стаканы, вот именно когда приходят гости, то есть тоже они у меня наверху стоят. Либо запасы макарон, да, запасы каких-то кру. Тоже наверху сладости, да, девочки, кто мамы, меня, конечно, поймете, да. Как можно спрятать сладости, чтобы они вроде как и были, и далеко были от детей. Потому что дети тоже встают и на стул, и залазят на верхние шкафы. А когда шкафы эти под потолком, то есть мне тяжело это достать, но они лежат, но далеко от детей. Итак, следующий, самый такой классный, тоже важный фактор, именно кухни до потолка, что у вас не будет ничего скапливаться на верхних ящиках, на верхних шкафчиков. Я не говорю даже про пыль. Часто просто, если есть какая-то поверхность шкафов, любых, да, полок шкафов, то там постоянно что-то стоит. Какие-то ненужные вещи, да, все равно будут стоять наверху. И, конечно же, это скапливается пыль. Из-за этого закрываем просто эти шкафы, то есть делаем в потолок, и никакая пыль не скопится, никакого не будет нагромождения вещей. Тоже наша кухня не будет захламляться от этого. И опять же, легкая уборка, то есть мы избегаем одного пунктика протирания шкафов сверху. Далее, самый такой тоже немаловажный факт в том, что кухня, конечно же, увеличивается зрительно. На самом деле, площадь кухни, она маленькая, но даже так, даже с белыми шкафами, с белой кухней, вот именно гарнитур, она кажется тоже больше. Следующий пункт, это высота нижних шкафов. У меня высота нижних шкафов вместе со столешницей 95 сантиметров. Кому-то я писала или где-то, может быть, когда-то говорила, что 93-94, но нет. Я буквально вот позавчера, ну вот буквально вот на днях померила у меня вместе со столешкой 95 сантиметров от пола. Почему я сделала такую высокую? Во-первых, а это нестандарт, да, нестандартная кухня, но опять же, высота столешницы подбирается под человека, который чаще всего готовит на кухне. Я не скажу, что я подбирала вот конкретно под себя, но я просто помню, вот, например, у мамы дома в Караганде, где еще вот квартира есть, у нее там тоже высокая столешница, и я помню, насколько это удобно было. И мне мама тоже советовала сделать повыше. Я когда сделала 95 сантиметров, это безумно удобно. У меня вот рост где-то 167-168, где-то, ну, примерно, да, так. У мужа 183, по-моему. И ему удобно, и мне удобно. Безумно классно что-то порезать, когда я готовлю кушать. Хорошо, опять же, для раковины, то есть спина абсолютно не устает. Вот, да, у меня есть посудомоечная машина, но все равно какие-то там единичные там тарелки, чашки, либо овощи те же помыть вот перед приготовлением еды. Все равно делай что-то в раковине. Абсолютно не устает спина. Классно, удобно, все под рукой, то есть вам не нужно ни наклоняться, ни как-то изворачиваться, да. Высоту нижних шкафов тоже делайте как можно выше. Я не говорю, там, делать метровую, но делайте как можно выше. И плюс еще столешница, да. Столешница, она может быть из... Ну, это уже на ваше усмотрение, из какого материала, но старайтесь брать что-то более долговечное. То есть, например, я вот думала акрил, не акрил, акрил, да, по-моему. Потом вот искусственный камень, там мрамор, там еще что-то. Мрамор, он желтеет. То есть вы... Я не буду вам советовать, какую столешницу из чего делать. У нас искусственный камень. Как я выбирала? Сначала я хотела делать деревянную столешницу, но потом я так посмотрела, почитала отзывов. Я очень много читала отзывов разных из разных сайтов, вот именно дизайнерских каких-то. Потом кто кухни изготавляет, кто, в общем, делал тоже ремонты. Отовсюду искала информацию. В итоге я ушла от деревянной столешницы, потому что за ней нужен такой более тщательный уход. И, ну да, тщательный уход, собственно. Мне хотелось меньше работы, чтобы было, и чтобы она была прочная, чтобы не было видно каких-то следов от ножа, например. Либо поставил кастрюлю и потянул, да, вдруг кто-то, ну может быть не я, но кто-то из семьи, да. То есть чтобы она была просто такая мощная. Желательно, чтобы никаких следов на ней не было видно, и не боялась ни горячего, ни порезов каких-то, и легко отмывалась. У нас столешница белая, и у нее есть такие супермаленькие серые вкрапления. И таким образом, то есть когда белая столешница вот из искусственного камня, чисто белая, на ней видны следы порезов от ножей, потому что я сама сидела и царапала, на этой же нет. То есть тоже, когда будете выбирать, обратите внимание на все-все детали, порежьте ножом, я не знаю, покорябайте, постучите по ней, я не знаю, ну что-нибудь, узнайте насчет того, что можно поставить горячее нельзя, насчет краски, да, ну если там вино или кофе прольется, как оно окрасится, не окрасится, насколько это все легко будет в уходе. Опять же, самое главное, уход за столешницей. У меня когда остаются какие-то следы, например, от листов, да, духовки, либо пакет мокрый, например, от супермаркета, если поставишь на столешницу, может, да, иногда даже отпечататься, у меня все это легко отмывается меламиновой губкой. Если хлоркой я стараюсь ничего не отмывать, губочкой быстренько это все протираю и потом, как бы, конечно, сверху водой просто убираю. И все легко оттирается, все следы убираются, ничего не корябается, никаких ни сколов, ничего нет, то есть мне с этим тоже повезло. И опять же, столешницу можно сделать чуть-чуть потоньше, чуть-чуть потолще, я выбрала потолще, пошире именно, потому что шире столешница, она смотрится, опять же, более, так знаете, подороже. Следующий момент это ширина нижних шкафов, да, ширина вот этой вот рабочей поверхности. У меня она, опять же, не стандартная, не 60 сантиметров ширина, а 70, причем 70 у меня идет по стороне, по самой такой длинной стене, где у меня стоит плита, духовка, да, вот это вот все, то есть мою духовку, вот этот пенал вынесли тоже, ну, то есть чтобы сравнять целую, на 7 сантиметров, в общем, все сделали. А угловая, угол, который оставшийся, где у меня мойка, там у меня 60 сантиметров, потому что там уже, в принципе, ну, нет смысла делать шире, потому что у меня там, собственно, стоит раковина и стоит сушка для посуды, которая вот именно для единичной какой-то посуды, вот. И за счет 70 сантиметров ширину полностью, вот где столешница, у меня, опять же, несмотря на то, что кухня небольшая, у меня увеличивается намного рабочее пространство, то есть у меня увеличивается рабочая площадь, где я могу резать, где я могу готовить, да, выставить какие-то тарелки, если я хочу, например, разложить еду в тарелки, потом, ну, очень много, да, я могу сделать, у меня стоит чайник, у меня стоит такой подносик деревянный с ложками деревянными, там, кофе, чай, кофеварка, еще одна кофемашина, еще одна машинка для кофе, то есть много всего можно поставить, я, конечно, не захламляю, но поверхности у меня достаточно. Следующая важная вещь, это фартук, у нас фартук сделан из больших плит, просто кафельная плитка, просто, единственное, она большая, для чего я брала большую и гладкую, абсолютно гладкую, потому что, чтобы было меньше швов, и гладкая, конечно, поверхность, она намного проще протирается, швы не засоряются жиром, то есть, ну, опять же, меньше работы. Что у нас, какая плитка, я вам, и вообще, что у нас, откуда, я вам оставлю ссылочку на видео тоже, где я отвечала на все вопросы, откуда у нас плитка на полу, откуда у нас плитка на фартуке, откуда у нас раковина и так далее. Все это посмотрите, пожалуйста, и не задавайте мне здесь под этим видео вопросы, потому что я уже отвечала много-много раз, так что собрала все это в одно видео, ссылочка в описании будет. Плитка у нас 60 сантиметров, то есть, она конкретно хорошо так встала, сначала нам, то есть, стык у нас тоже хороший, ничего нигде не торчит, никакой ни герметик, ни силикон, я не знаю, как это называется, в общем, все правильно сделали, все отлично. Опять же, говоря про фартук на плитке, я рекомендовала бы вам брать такой оттенок, который бы немного сочетался с полом, по крайней мере, либо какой-то, ну, как рисунок, не рисунок, разводы. Вот у меня, например, плитка на полу под дерево, хоть это и плитка, и я сделала тоже фартук, опять же, под дерево немного, да, похож, но, единственное, чуть-чуть теплее оттенок, чем у меня плитка на полу. Оно и не белое, чтобы оно не сливалось просто вот так полностью с кухонным гарнитуром, но оно светлое, и опять же, не видно каких-то разводов, не видно следов. То есть, очень удачный цвет, и мне часто спрашивают об этом, поэтому всем тоже отвечала, что плитка просто единственная большая. Никаких выпуклых плиток я бы не рекомендовала, маленьких вот этих каких-нибудь кирпичиков и так далее. Я тоже думала о кирпичике, да, потому что они красиво смотрятся, но, девочки, потом я как представила, как это все мыть, вот этот каждый шовчик, ну, это, ну, нереально, просто нереально. А если у вас еще и нет пара очистителя, то это вообще, я не знаю, как, я не знаю, что с этим можно делать, и это постоянно драить, потому что кухня все-таки это скопление жира. Следующий момент, вытяжка. Вытяжка у нас встроенная, и она с подсветкой. А встроенную вытяжку я тоже, опять же, рекомендую больше, больше рекомендую, нежели просто отдельно стоящий, потому что, когда отдельно стоящая вытяжка, то, конечно, пространство вам сверху нужно побольше, чтобы эта вытяжка как-то смотрелась лучше, иначе это все потеряется, это будет какой-то смотреться, ну, знаете, как бардак будет смотреться, поэтому вытяжку тоже рекомендую встроенную. Кто-то мне, ну, вот буквально недавно задавал вопрос, что нагревается ли сверху шкаф. Да, встроенная вытяжка, когда она в шкафу, шкаф вы тоже можете использовать по назначению, то есть делаете там просто полочки, вот именно с вырезом под трубу, под вытяжку, и у вас, опять же, это полезное пространство будет. То есть у меня там хранятся специи, например, очень удобно в контейнерах. Ничего не нагревается, абсолютно ничего не нагревается, потому что это все как бы вытягивается, ну, вытяжку. И еще у нас фильтр, не который вот раньше такие, знаете, как матерчатые были, а вот именно фильтр, который снимается, его можно тоже либо помыть щеточкой, да, просто под краном, либо помыть в посудомойке, либо пароочистителем. То есть это тоже, опять же, плюс, что не нужно менять, искать вот этот фильтр, засовывать туда, вырезать и так далее. Потому что у меня, например, у свекрови проблема сейчас, она не может найти фильтр. Вот, у нее не такая вытяжка, у нее отдельно стоящая. То есть вот в этом тоже плюс встроенной вытяжки. Далее, перейду уже, наверное, к шкафчикам, да, наверху у нас полки, да, полки, но они открываются так, вы тоже в рум-туре это уже посмотрели. Ручек у меня абсолютно нет, абсолютно нет. Опять же, легкость использования, легкость именно по уходу за кухней, по очистке. Ручки тоже не рекомендую. Если вы используете ручки, то делайте их максимально такими либо обтекаемыми, чтобы они, чтобы не ударяться об эти ручки, либо, ну, какие-нибудь минималистичные, да, чтобы их легко было очистить. Также фасады, что касается фасадов, я бы рекомендовала, опять же, иметь такие просто гладенькие фасады, глянцевые, матовые, то есть это уже на ваш вкус, но гладкие, без разных вот этих выпуклостей, знаете, потому что это, опять же, время ваша, работа на очистку кухни. Что касается материала кухни, у нас она глянцевая, вот именно крашеная, то есть это не пластик какой-то, не пленка, а крашеная. Крашеная тоже лучше, чем приклеенная, это дороже, но лучше в использовании, вообще в долговечности. А еще насчет того, что у нас белая глянцевая кухня, у меня многие тоже спрашивают, удобно ли это, как она пачкается, я понимаю такие вопросы, потому что у меня тоже такие вопросы возникали, но наши мастера сказали, что на вот этой краске, то есть не остаются следы. Если ее лапать вот так конкретно грязными руками, либо когда посуда, например, я в посудомойку загружаю, да, тогда как бы будут вот эти следы, но они очень легко убираются, либо просто влажной тряпочкой, влажной салфеткой для очистки специальной, либо просто спреем для стекол, все. И опять же, я не очищаю полностью кухню постоянно. Если где-то я вижу следы, от пальцев нет, от пальцев я, если честно, я их даже не вижу, вот именно какие-то грязные, загрязнения, я просто беру спрей для стекол и просто бумажным полотенцем протираю быстро. Все, у меня спрей для стекол лежит на кухне, я себе сюда отдельно купила, и бумажные полотенца у меня тоже вот буквально здесь на столешнице стоят. То есть для меня это никакая, ну знаете, не работа, да, для меня это не проблема. Так что глянцевая белая кухня, она легка вообще в использовании, легка в уборке. Следующий момент, не делайте такую ошибку, цоколь, вот под кухней, под нижними шкафчиками, всегда, вот есть такой, как знаете, я не знаю, как вот эти планки называются, цоколь, цоколь, по-моему, называется. Делайте всегда, ставьте этот цоколь, ставьте вот эти планки снизу, потому что кухня-то стоит на ножках. И где-то я такое тоже слышала, что если кухня стоит просто на ножках, то она выглядит такой, знаете, более невесомой, более парящей. Зачем? Зачем вам парящая кухня? Это кухня, в конце концов. А парящая кухня, вот с такими ножками, да, ножек, во-первых, очень много, вы задолбаетесь просто там убирать. Поэтому всегда закрываем вот этим цоколем, да, вот этими планочками снизу. Оно смотрится очень красиво, оно смотрится полностью, вот таким, знаете, как законченный вид дает, наверное, потому что я видела фотографии с открытыми ножками, но это, я не знаю, по-моему, это уродство какое-то. Я не знаю, если у вас так, я не хочу вас, конечно, обидеть, но для меня, вот на мой вкус, на мой взгляд, для меня это уродство. И опять же, уборка. У нас вот эти вот планки снизу, они снимаются, ну, мастерами, конечно, снимаются, и там у меня, потому что у нас была там кое-какая проблема с ванной, вода шла, и их снимали, и я когда посмотрела, что там, если бы убираться постоянно, но это нереально. У меня, да, у меня пылесос, робот, пылесос туда заходил и убирал, но я как представила, если бы каждый день вот это делать, но это нет, это не для меня, поэтому закрывайте снизу цоколь. Далее, следующее, по размещению холодильника, плиты, раковины и так далее, техники, да, наши, собственно. У меня микроволновка и духовка, они у меня в пенале, видели уже наверняка, смотрели, тоже сейчас покажу вам, на моем, на уровне моего роста получается. Микроволновка чуть повыше, духовка, то есть, ну, где-то, ну, ниже талии, да, получается, ну, то есть, понятно, очень удобно. Я раньше думала, что как так, вот микроволновка вроде как высоковато может быть, как удобно, безумно удобно доставать все, но самое классное, это духовка. Намного удобней, нежели, когда духовка снизу, то есть не приходится делать каких-то лишних движений, чтобы заглянуть, достать, поднять, помыть там даже, и опять же, вам, у вас это все просто перед глазами. Удобно готовить, удобно вынимать, ставить туда, пробовать, смотреть, и, ну, конечно же, да, это удобно. Следующее, наша духовка, у нас черная духовка, я думала белую или черную брать, в итоге белую не взяла, думала, ну, чтобы много-много разных белых цветов не было на кухне, но черная, да, мы взяли черную, единственное, я могу сказать, что на черной духовке видна пыль. Как бы я ее не чистила, не мыла, да, она моется как бы легко, я просто взяла специальное средство милле, и вот такой скребочек очищается, классно все, я нашла, как это все делается, но единственное, когда духовка стоит, и если вдруг открыт окно, там либо, я не знаю, ну, кто-то все равно туда-сюда ходит, что-то делается, все равно садится, оседает пыль, и пыль эту видно, я с духовки пыль частенько просто смахиваю, либо беру просто сухое полотенце, либо бумажную салфетку, и опять же средством для стекол, пыль смахивает, потому что меня, если честно, это раздражает, кто-то не обращает внимания на это, окей, но вот у меня вот такой пунктик, если была бы белая, на ней бы не видно было пыли. Далее, следующее, раковина, раковина у нас большая и глубокая, у нас это тоже, по-моему, камень, искусственный камень или камень, я не знаю, что это за материал, и я выбирала ее глубокая, чтобы она была и большая, она, по-моему, сантиметров 74, 75, 78, вот каких-то таких больших размеров, то есть не совсем стандартная, и с одним отделением. Я не люблю раковины с двумя отделениями, потому что это двойная работа, очистить в итоге надо, и одну раковину, и вторую, это двойная работа. Для меня, я пытаюсь, да, как вы заметили, я пытаюсь избежать какой-то лишней работы по уборке. Во-вторых, в большую раковину можно поставить, как кастрюли, можно составить кучу там посуды, кучу овощей. Если у вас стоит, например, кастрюля и тарелки, вам тоже надо куда-то поставить. Я не говорю, да, если у кого посудомойка, у меня есть посудомойка, но все равно мне очень удобно иметь вот именно одну большую раковину. Следующее, кран, сантехника, да, кран на кухне. Кран на кухне я тоже рекомендую иметь повыше, чтобы он не был таким малюсеньким, но был выше. Единственный момент, что брызги, если большой напор сразу включить, то брызги могут полететь. Но раковина глубокая, как бы это все смягчается, конечно. А если у вас узенькая, вот именно невысокая раковина, тогда брызги будут лететь посильнее. Плюс высокого крана в том, что вы можете поставить, опять же, вазу, например, наполнить для цветов. То есть удобно поставить какую-то большую кастрюлю и наполнить водой. Опять же, удобно помыть что-то. Ну, в общем, высокий кран, я за высокий кран. Далее, холодильник. Холодильник у нас вот как раз за мной стоит, черный, морозильная камера снизу. Снизу морозильная камера, опять же, вот у меня был и просто, и морозилка где сверху была, и снизу. Снизу намного удобнее, потому что все-таки мы открываем холодильник намного чаще, чем морозильную камеру. И когда это все наверху, то есть, опять же, не нужно куда-то нырять, чтобы фрукты там, либо овощи вытащить, да, с самого низа, нижнего ящика. Это удобно. То есть открывается холодильник, здесь у меня все в легкой доступности. Глянцевый, черный глянцевый холодильник. На этом пунктик у меня. Выглядит красиво, стильно. Тоже спрашивали вопросы насчет того, что как он убирается. Лапки, пальчики остаются просто в день, я не знаю, по 10 раз я могу протирать его. Единственное, да, это надоедает, но, с другой стороны, это делается очень легко, опять же, средством для стекол. Это может сделать и муж, это могу сделать я, это может сделать и дочь, ну, в смысле, протереть. Я не оставляю пальцы, я на них всегда хожу, тоже ворчу, что берете и протираете за собой, иначе я вообще перестану протирать. То есть, если у вас домашние приучены протирать, если же нет, то вы берете просто эту работу на себя, постоянно, на постоянной основе, на ежедневной основе, и в день по 10 раз. Вот я сегодня, например, протерла, пока никто ничего не лапнул. Как только я увижу, меня вот эти, вот, например, один-два пальчика, вот эти отпечатки, они меня жутко раздражают, я, если без настроения, я на них ворчу, если я окей, я беру, просто сама протираю, потому что пальчики, эти отпечатки раздражают, да. Ну, а так, холодильник классный, вот именно морозилка снизу, красиво смотрится черный, сочетается с остальной моей техникой. Девочки, не сказала вам, кстати, про шкафчики, нижние шкафчики, в моем кухонном гарнитуре, у меня нижние выдвижные, вот четыре шкафа у меня выдвижных, безумно удобно. Делайте, по возможности, больше выдвижных шкафчиков, это намного практичнее, намного вместительнее, намного удобнее, нежели просто это дверки. Двери у меня снизу, вот под раковиной, и еще одна угловой шкаф, там у меня тоже дверь, которая выдвигается вот так вот, корзинки, да, вот эти вот, покажу вам тоже. Но на минуточку, сейчас вернусь к этой двери. Выдвижные шкафчики делайте глубокими, чтобы туда можно было поместить и кастрюли, и какие-то стоячие органайзеры, да, ну, что угодно, в общем, делайте любые, хоть глубокие, не глубокие, в общем, любые выдвижные шкафчики должны быть. У меня их 4, и в одном из них под плитой есть еще один скрытый выдвижной шкаф для ложек вилок. Тоже спрашивали вопрос, нагреваются ли ложки вилки под плитой? Нет, они не нагреваются, то есть оно никаким образом не соприкасается даже. Удобно то, что у меня он скрытый, то есть, ну, не видно его просто, как бы красиво смотрится, вот именно фасады кухни. Следующие шкафчики, которые снизу у меня, там у меня лежит что-то такое, ну, то, что мне как бы нужно, на постоянной основе, но вроде как оно и не валяется у меня где-то наружу, ну, в общем, классно, места много. Дверь у меня одна есть вот под духовкой, как дверка, да, вот такая с механизмом, вот так, магнитный, или как называется, то есть, пуш, толкаем, и открывается. Там у меня лежат тоже какие-то салатницы, то есть такое, ну, можно не выдвигать, в принципе, там не такое, чтобы прям сильно сложно что-то достать. А теперь про дверь, механизм у меня угловой. задействуйте всегда угловые шкафы. Угловые шкафы, вот именно не полки ставьте просто, а делайте, я не знаю, мне кажется, стоит один раз потратиться, но сделать какой-нибудь выдвижной механизм, либо крутящийся, либо чтобы выездной, чтобы это как-то вот так было, потому что туда вы можете поместить свои, те вещи, которые как бы, ну, не знаете, куда поставить, да, но чтобы вот это угловое пространство, оно не пропадало. У меня там стоят на вот таких решеточках, в этом механизме, у меня стоят там кастрюли, сковородки. Безумно удобно. Просто, вот я не знаю, я там думала, буду сначала хранить овощи, фрукты, нет, мне там удобно хранить именно сковородки и кастрюли. Далее, под мойкой у меня стоит фильтр для воды, кстати, фильтр у нас, фильтрованная вода, она прям из крана вытекает, у меня нет отдельного кранчика, для этого тоже обращайте на это внимание, чтобы не сверлить и не делать еще один кранчик дополнительный. У меня там стоят ежедневные для уборки, да, здесь вот, как я говорила, какие-то губки новые, тряпочки новые, то есть, ну, такое, как, хозяйственный, да, больше уголок, хранятся у меня там средства для посудомоечной машины, еще у меня есть там встроенное мусорное ведро, которых два, но одно из них делится пополам. Я его не использую по назначению, потому что для меня это удобное место хранения, именно храню там средства для посудомойки, храню пакеты супермаркета и пакеты вот мусорные, такие большие пакеты. У меня там не пахнет мусором, у меня там абсолютно ничего не загрязняется, у меня есть маленькая ведерка, которая у меня стоит в раковине, либо на столешнице, то есть, в зависимости, когда я готовлю, что маленькая белая ведерка, приготовила какие-нибудь, ну, такой мелкий мусор, сразу пошли, выкинули. Все, то есть, у меня ничего не воняет, не заванивается, ни вот этих капель, ни брызг, ничего туда не идет. Вот это у меня тоже большой, просто огромнейший плюс. Далее, насчет нашей посудомойки. Посудомойка у нас Bosch, 45 сантиметров. Я бы поставила, конечно, 60, если бы у меня была такая возможность. У меня нет возможности поставить 60, потому что я хотела себе раковину большую. То есть, ну, понимаете, да, если, посмотрите, если раковина была бы у меня маленькая, у меня была бы возможность поставить посудомойку в 60 сантиметров. Вот здесь, вы знаете, здесь уже зависит от ваших, от вашей площади кухни. Может быть, сейчас, если бы я переделывала, ну, хотя, с другой стороны, мне и раковина нравится большая. Нет, я бы ничего не поменяла. То есть, пускай оно так, 45 нам хватает сантиметров, я ежедневно ее запускаю, если у меня вдруг больше готовки было, либо гости были, то я ее могу два дня, ну, два раза за день запустить. А так все, у меня, например, и сковородка, и кастрюля, и тарелки наши, у меня все входит и моется. А, кстати, вот еще один момент касаемо нашей кухни. У меня шкаф, с посудой сухой, он у меня снизу, то есть, не сверху посуда, да, сверху у меня тоже есть, но вот ежедневные, например, тарелки, чашки наши, там, вилки, ложки, это у меня все идет снизу, в нижнем шкафчике. Почему мне, мне опять же, так удобно, то есть, я еще посчитала, что у нас ребенок, да, и Йоланда часто меня просила достать ей там чашку, достать тарелку, достать ей там что-то, а так она открывает шкаф, достает сама себе, и, то есть, для меня это опять же облегчает мне жизнь. А потом, у меня посудомойка стоит, получается, недалеко от вот этого шкафа, шкафчика выдвижного, где у меня стоят тарелки сухие, чистые. То есть, я открываю посудомойку, открываю этот шкафчик, и начинаю просто доставать посуду и перекладывать по местам. То есть, сейчас вот у меня посудомойка помыла посуду, я вам сейчас покажу, как это у меня происходит, то есть, тоже очень удобно. Еще один момент, хотелось бы отдельно его отметить, это освещение на кухне. Освещение на кухне у меня было посередине. Да, потом я в последний момент, когда оно у меня уже было все покрашено, девочке, я в последний момент говорю, блин, а если я буду руками что-то мыть, и это будет вечер, и раковина у меня, получается, стоит возле окна, окей, днем нормально, а если это вечер, и у меня освещение за мной получается, и, соответственно, тень будет падать прямо в мойку, и я не буду ничего видеть. И я просто говорю, так дело не идет, нужно переделывать. Мы переделали освещение, мы поставили трековый светильник, и то есть, он у меня вот вдоль кухни идет, и два светильника, ну, вот этот трек, трекинг-система, она у меня прямо над мойкой, тоже посмотрите, прямо над мойкой, и светит прямо вниз, никаких теней нет, очень классный, яркий свет, просто я безумно довольна, и я ни разу не пожалела, что в последний момент, пускай мы сделали такую двойную работу, потратили больше, да, конечно, но это был бы огромный минус, если бы было просто центральное освещение, и у меня бы падала тень вот именно в раковину. А над столом, вот где я сейчас сижу, я сижу вот здесь вот за столом, у меня здесь отдельно тоже освещение, но оно больше несет такую, знаете, как декоративную роль, то есть мы включаем тогда вечером, когда мы здесь кушаем, например, такая как подсветка, основное освещение у меня трековые светильники. Далее, светильники у меня есть под кухней, под нижними шкафчиками, я его как-то не особо так сильно включаю, иногда бывает, чтобы создать какую-то атмосферу на кухне вечером, да, красиво смотрится, но какой-то смысловой нагрузки, то есть это освещение не несет. У меня обязательно продумать освещение под верхними шкафчиками, будь то точечное освещение, будь то лентовое освещение, как-то так называется, то есть вот такие LED-ленты, оно у меня встроено там, тоже очень удобно, красиво смотрится все, аккуратно смотрится, вот именно с такими лентами LED, и конечно же вечером все видно, можно даже не включать основное освещение, я включаю обычно вот этот, ну под шкафами, которое освещение, под верхними шкафами, тоже прекрасно все видно, ну и не так бьет свет в глаза. Стол у нас круглый, белый, у нас здесь стулья, все остальное я вам показывала в моем рум-туре. Еще один момент, хотела бы тоже отметить, что между плиткой, где вы готовите, и между раковиной должно быть рабочее место, обязательно, когда вы помыли что-то, вы должны куда-то это положить, чтобы порезать, а потом только вы это несете, чтобы поставить, я не знаю, сложить все в сковородку либо в кастрюлю, обязательно рабочее пространство между раковиной и плитой, между плитой и, например, холодильником, тоже должно быть пространство. В идеале, чтобы был бы холодильник, потом пространство какое-то, потом раковина, опять пространство и плита. У меня холодильник, если была бы возможность, я бы поставила тоже, ну, недалеко, как бы с правой стороны от раковины. Но у меня нет такой возможности, у меня здесь балконная дверь и, собственно, все. Поэтому у меня холодильник здесь. Да, я проделываю больший путь, нежели если бы холодильник стоял недалеко от раковины, но так тоже меня устраивает, у меня ничего нигде не нагревается, между духовкой и плитой у меня тоже есть рабочее пространство, так что у меня есть место, чтобы поставить и кофемашину, ну у меня, собственно, все в порядке с местом, но такой момент тоже учитывайте. Итак, девочки, мне кажется, сейчас в этом видео я вам рассказала такие основные моменты, нет, не рассказала еще кое-что, вам на заметку, потому что у меня у сестры вот такой момент был на кухне, они тоже делали когда ремонт, если у вас есть возможность сделать подоконник со столешницей в один уровень, обязательно делать в один уровень, это будет выглядеть аккуратней, это будет больше, опять же, рабочего пространства, потому что у них они хотели делать как бы на разных уровнях, мама была там как раз таки, она их там шуганула мастеров, в общем, заставила их делать в один уровень, обращайте на это внимание. У меня есть подоконник, но он у меня абсолютно не в один уровень, то есть у нас, ну вот такое примерно расстояние, тоже вы видели уже, конечно же, но там у меня стоит такой же материал, как у меня из искусственного камня, такая же, как и столешница, это прочно, это легко, опять же, убирается, ну и вообще выглядит одинаково за столешницей, это тоже выглядит более стильно. Да, девочки, вот на этом все, и если у вас будут какие-то вопросы, на которые я еще не отвечала ни в этом видео, ни в видео про рум-тур нашей кухни, тогда пишите в комментариях, если это вопросы, которые я уже отвечала, посмотрите, пожалуйста, не поленитесь те видео, потому что у меня тоже нет столько времени отвечать постоянно на одни и те же вопросы, тогда пишите. Если же вы найдете ответ, то я буду очень рада и благодарна вам за мое сэкономленное время. Если что, вы можете всегда со мной связаться в инстаграм, в директ, мне девочки в основном там пишут и вот насчет ремонта, насчет кухни очень много тоже, там я с вами тоже общаюсь, Карина Попак мой инстаграм. Надеюсь, вам понравилось это видео, было информативным, полезным, я не совсем, да, я говорю, я не готовилась к этому видео и пыталась вот так вот просто вот зрительно, да, вот как я вот сижу, смотрю куда-то и рассказываю. Я не писала сценариев, для меня так проще. Если вам видео в итоге понравилось, ставьте пальчик вверх, делитесь с вашими друзьями, с вашими родными, кто планирует ремонт, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал, если вы еще это не сделали, ставьте колокольчик, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео и с вами прощаюсь всем пока-пока и до новых встреч!